Девья силы на соблюдение режима дня Женщине всегда только в отношении В отношении самая большая сила Пусть и если подружка соблюдает режим дня И вам звонит и говорит Вы соблюдаете режим дня? На следующий день вы будете соблюдать Отношение передает энергию Если она спрашивает, то она передает свою силу Когда люди вместе это делают, тогда они легко это делают Человек в работе над собой никогда не должен оставаться один Никогда Потому что отношение меняет судьбу Когда много людей приходит на лекции Складывается особая атмосфера силы Которые люди меняют свою жизнь И это не от меня зависит Я больше выступаю как дирижер А вы являетесь оркестром Это ваши сердца поют Они хотят менять свою судьбу Ваши сердца хотят этого Поэтому здесь будет играть эта мелодия Сегодня мы беседуем на удивительную тему Этот семинар самый мой любимый Я не знаю, как он вам нравится Но мне нравится очень Потому что я всегда любил Ба Толстого И его вот эта книга, она меня поразила Мысленно каждый день Потому что она очень сильно гармонизирует с моими представлениями о жизни Я убежден в своем сердце, что настоящая вера в Бога означает Терпимость к другим также вера Потому что Господь, Он не мой, не моя собственность Он Сам решает, как Он будет людям давать духовное знание И есть разные духовные традиции Когда люди терпимо друг к другу относятся с пониманием Тогда наступает на земле мир И с другой стороны, наоборот Когда кто-то объявляет свою веру главный И начинает порочить других людей Другой верой Наступает вражда и злоба, и ненависть на земле Лев Толстой, это как раз тот человек Который, вот написав эту книгу Он поставил точку на таком понимании вещей Потому что в эту книгу входят высказания из разных культур, традиций духовных И эти все высказания, они одинаковые Одинаковую силу имеют, одинаковую красоту и величие И они созвучны всем людям Потому что главная тема для каждого человека в этой жизни Это зачем мне нужна сама жизнь Потому что когда человек в этом вопросе разбирается окончательно То все остальные более мелкие темы Надо не строить дом, дачу, замуж, уходить или нет Они с собой решаются Итак, у нас сегодня мы говорим Ответственность цели, важность человеческой жизни То есть это первая тема, мы будем общаться на эту тему И сейчас нам дают знания И биктит Древний физический философ Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются Только тогда, когда они заняты Делами от них Независящими В этих случаях они тревожно спрашивают себя Что делать Что же будет Что получится из этого всего Как бы ни случилось чего-то плохого Так бывает с теми, которые постоянно беспокоятся о том Что от них не зависит Наоборот, человек занятый тем, что от него самого зависит И полагающийся своей жизни в работе самосовершенствования Не станет так тревожить себя Итак, мы к фундаментальному вопросу нашей жизни подошли Куда вкладывать свои силы? Дорогие друзья Хочу вам сказать Что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube Поставить лайк, комментарий Задать вопрос Мои помощники обязательно ответят вам А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми Потому что таким образом вы поможете мне В распространении знаний по всему миру Это объясняет, что события, которые происходят вокруг нас Это результат нашей судьбы Вот допустим, если студент подошел к экзаменатору После того, как экзамен уже сдан И говорит, давайте исправим оценку в табеле Как на него посмотреть? Подумать, наверное, у него еще проблемы с психикой Надо вообще его уже как-то из института убирать То есть у него какие-то трудности уже с мозгами Все, что происходит вокруг нас, это результат уже наш Это вещи от нас независящие Если муж уходит от жены То в этот момент происходит интересный феномен Когда она его останавливает, он думает о том, что она его не достойна А когда она его не останавливает, он думает о том, что значит она его не любит То есть получается, что любое действие внешнее приводит к разрушению семьи в этой ситуации Те, от кого уходил близкий человек, они это на себе прочувствовали Чтобы ты не делал, все против тебя Точно так же, когда человек стоит на суде Если он пытается доказать, что он прав, это против него А если он скажет, что он не прав, еще хуже будет Видите, мы с вами подходим к интересному феномену Что есть вещи зависящие от нас, а есть вещи от нас независящие Допустим, от меня не зависит, как вы сейчас будете слушать мою лекцию Вот когда я сегодня, раньше, чем обычно с утра собираешься к дороге Но я решил помолиться перед дорогой И в это время я настроился на своего наставника И я пытался повлиять на свою судьбу отношений с вами сегодня Потому что для меня это значимый вопрос Ценность моей жизни в том, чтобы вам помочь Некоторые думают, что ценность жизни в том, чтобы деньги заработать на ком-то Но на самом деле это просто признак того, что человек не понимает настоящую ценность сегодняшней жизни Настоящая ценность заключается в том, чтобы быть полезным И это от меня уже не зависит Потому что это божественная сила Если я настроился правильно, то между нами будет гармония с самого начала То есть люди придут и настроятся правильно Если я настроен неправильно, то настроение у вас тоже будет другое Таким образом, смотрите, то есть идея в чем заключается? В том, что у человека есть внутренняя какая-то жизнь, внутренняя жизнь В действии есть два аспекта Первый аспект называется предварительное действие Второй аспект называется само действие Допустим, если я решил сказать слова любви У меня есть любимая девушка и решил слова любви сказать Некоторые тренируются в действии То есть они говорят И думают, что я буду говорить вот так То есть я цветы вот так поставлю Посмотрю на нее вот так И скажу Я люблю тебя! Я тебя люблю! Вот, но не всегда работает Потому что девушка подумает, что клоун какой-то Видите, здесь нужно что-то другое Это называется предварительное действие Предварительное действие означает молитву Или внутренняя жизнь Внутренняя жизнь это отношение с той силой, которая дает тебе санкцию быть счастливой В чем-то, допустим, девушка хочет выйти замуж Чаще всего она что делает? Красится, рисуется Как бы одной ногой пишет, другой зачеркивает Ну, то есть пытается как-то привлекать к себе внимание Ну, и в принципе, если она молодая, красивая Никаких трудностей нет Внимание будет привлекаться Вопрос какой? Вопрос кого? Внимание будет привлекаться Вот в чем вопрос И здесь уже, как не рисуй, не пиши Не раскрашивай Выбора нет Если не было совершено предварительное действие Поэтому в древней культуре девушки уже 7 лет Девочки начинали совершать аскезы для того, чтобы правильно выйти замуж То есть они готовили себе будущую жизнь семейную С помощью внутренней жизни Вот это предварительное действие Это то, что от нас зависит полностью Вот, допустим, если я попросил у кого-то прощения То потом, когда я прихожу общаться с ним То мне уже общаться легко Но легко или легко общаться будет Это уже решено заранее Благодаря моей внутренней жизни Мы со всеми событиями и поступками, которые нас окружаются Единой внутренней силой, силой сердца И эту силу не обманешь Если эта сила говорит, будешь наказан Значит, будешь наказан Но если ты совершаешь внутреннюю жизнь И молишься То тогда в этом случае наказание будет слабее Или вообще кровью Таким образом, видите, Пиктит говорит, что То, что от нас зависит Это не внешние вещи А внутренние Люди часто понимают, что это внутренняя жизнь Допустим, человек приходит домой Раз, телевизор, смотрит Чук-чук-чук-чук-чук-чук Пошел расслабляться Такая передача лучше не поможет Но это не внутренняя жизнь Это внешняя жизнь Потому что внешняя жизнь Это жизнь в работе над собой Из разных правил и техники Этой работы над собой Например, некоторые люди просто садятся И успокаивают ум Настраиваются на гармонию С окружающим миром Допустим, они в лесу сидят Возле нефтяного завода Нефтеперерабатывающего завода В гармонию не вступишь с миром Ты можешь купить, но ты сам станешь Как нефтеперерабатывающий завод То есть, ты будешь таким бензиновым Весь Ну, то есть, надо это делать где? В лесу Для Питера подходит, нет? Нет Метод не подходит Непрактичный в наше время Если я в гармонию соступаю с асфальтовыми дорогами То не всегда это дает хороший результат Вот, но Другие практики Это практика, допустим, поста, аскеза какой-то Тоже хорошая практика Она что дает делать характер стойким, крепким? То есть, я по Питеру иду И я уже, на меня ничего не влияет Я очень крепкий Я святшил аскезу Но что у тебя там внутри? Вот в чем вопрос Если у тебя внутри не то, что надо То зачем тебе это надо? Лучше бы на тебя повлияли Таким образом Если ты в своей внутренней жизни Настраиваешься на чистоту Допустим, на святого человека На святую землю Священное Писание Тогда в этом случае Ты получаешь изменения в сердце Трансформации происходят в сердце И святой человек Не связан никак с экологией Какая бы экология ни была В окружающем мире Как бы не было плохо здесь вокруг Святой человек всегда остается Святым человеком Ничего не меняется Это пространство неизменно Поэтому, когда человек настраивается На чистоту другого человека То в его сердце Наступает облегчение Ему становится легче Это признак того Что я совершил усилия По изменению своей судьбы Сейчас я вам это докажу Вот я просто об этом говорю И у многих людей В сердце уже стало легче Просто потому Что я об этом говорю Потому что Есть такая функция У нас в сердце Находится голос совести Голос совести Или как На бедах говорит Свет душа Это представительство Бога Совесть Правда Энергия Счастье Понимание Куда мне идти Не от меня зависит Это зависит от тех сил Которые мне дают знания Они не трогают меня То есть некоторые говорят Что ты объясняешь Что мы какие-то зомбированные Все Зависим от каких-то сил Нет Пожалуйста Мы можем жить как угодно Но они хотят нам помочь Это означает Готовы помочь Дают знания Если мы обращаемся к ним Итак Когда у человека В сердце Не удовлетворенный Значит он идет Не тем путем Когда у человека В сердце Возникает радость Удовлетворение Спокойствие Сила То это означает Что его жизнь Становится лучше Я просто сказал о том Что святость Мысль о святом человеке Молитва Направлена на святой Объект Священный объект Дает человеку Облегчение В жизни И победа над судьбой Просто сказал об этом Кого сейчас В сердце стало легче Поднимительно Видите сколько людей То есть это означает Что Это Работает Правильно будет Итак Самосовершенствование В самом лучшем выражении Как раз означает Перенимать Перенятие То есть Мы все Связаны друг с другом В отношении Особенно в отношении К любви Веда Говорится Что если человек Строит отношение Любви С деградированным Человеком Ну допустим Ты с ним общаешься Очень нежно И по-доброму И близко А он В это время Допустим Наркотики употребляет То ты Перенимаешь От него Этот вкус Твой разум Оскорняется С этим вкусом То Каким мы должны быть Мы все души То есть Мы духовную Природу имеем И душа Когда она сама Стала Вот Такой Какая она есть Это означает Святость Это мы С вами Должны быть Таким Не там Глядя Какой-то На небушке А мы С вами Должны Но мы Можем Только Перенять От кого-то Потому что В современном Мире Этого Нет Люди Не имеют Возвышенных Отношений Друг с Другом Если Они К этому Не стремятся И Само По себе Возвышенные Отношения Это Не просто Вот На таких Лекциях Допустим Они Возможны Но Если Вы Сейчас Выйти На улицу Начнете Возвышенные Темы Говорит Очень Быстро Разговор Сведется К сплетням К тому Что все Плохо Или еще К чему-то Подобное Так Когда Человек Побеждает Свою судьбу С помощью Внутренней Жизни Его сердце Наступает Благоденствие Благодать Усилия Прилагать Внешним Вещам Нужно Только В том Случай Если На это Есть Санкции Опять же Смотрите Как В чем Это Выражается Допустим Я Устраив Ищу Себе Работу Как Я Должна Искать Работу Я Должна Свершать Молитву Чувствовать Что У меня Все Получится В сердце А Если Не Получится Чем Искать Надо Дальше Молиться Пока Не Почувствуешь Что Получится Когда Ты Почувствовал Что Получится Дальше Удача Начнет Двигать Твою Судьбу Тебе Дальше Надо Звонить Все Изучать Санкции Уже Есть И ты Звонишь Где-то Говорят Можете Приезжать К нам Но Сердце Ответ Лучше Не Приезжать Дальше Звоните Но Так как Хочется Быстрее На работу Думаешь Нет Понятно Наверное Сердце Ошибается Сердце Никогда Не Ошибается Если Вы Молились Вы Настроены Чистый Лад То Здесь Дальше Звоним Дальше Раз Спокойно Спокойно Как-то Хорошо В этом Мире Самое Лучшее Это Спокойное Не Сильно Хорошее И не Сильно Плохое Сильно Хорошее Ой Нам Такой Дом Приклажили Давай Быстрее Покупать Сказали Быстрее За один День Нам Недля Купить Все Это Засада Это Значит Что Там Будет Прокол Сто Процентов Потому Что Там Нет Спокойствия Когда Ты Выходишь Замуж Правильно В Сердце Как Есть Несколько Вариантов Сильная Страсть Я Люблю Тебя Я Тебя Люблю Это Не Даст Ничего Хорошего Страсть Означает Нет Разума Разум Расплавлен Люди Ничего Не соображают В этом Старе Но Все Стремятся К этому Это чувство Очень Мальное Но Там Нет Победы Сейчас Я Своим Другом Движскими Разговаривал У него Такая Ситуация В жизни Но Там Нет Победы Он Ничего Не Сображает Он Смотрит На Я Я Все Не Контролирую Я Говорю Правильно Потому Что Не то Чувство Нет Победы Второе Чувство Не Тот Человек Опять Неправильно И Хорошее Чувство Спокойно Значит Надо Создавать Семью Но Если Через Пять лет Совместной Жизни Вы Чувствует Не Тот Человек Это Значит Что Вы Не Чистите Зубы Своей Судьбы Она Воняет Начала Судьба Уже Воняет Судьба Надо Чистить Отношения Опять же Внутреннее Жизнь Прощать Просить Прощение Почувствуйте В своем Сердце Какие У вас Отношения С близким Человек Но Он уже Вашем Сердце Давно Далекий Уже Может Скоро Он уйдет Уже От этого Нам Некогда Строить Отношения Олег Иначе У нас Много Работы Это Означает Глупость Для чего Мы Работаем Для того Чтобы Строить Отношения Если Слишком Много Работы Подумайте Может Стоит Поменять Работу Или Меньше Оне Думать Внутреннее Жизнь Создает Если Бо Он стал Приспокоиться О том Удастся Ему Удержаться Истины И избежать Лжи То Я сказал Б Успокойся То Что Тревожит Тебя Находится В твоих Собственных Руках Опять Не надо Тревожиться Надо Просто Дальше Совершать Внутреннюю Жизнь Гляди Только За своими Мыслями И поступками Старайся Всячески Совершать Внутреннюю Жизнь Не надо Думать Что будет Что будет Если Ты Совершаешь Внутреннюю Жизнь Все Что Не Получится Ты Обернешь Себе На пользу Все Что Не Случается Тебе Награда Если Ты Совершаешь Внутреннюю Жизнь А Если Не Совершаешь Все Что Не Случается Тебе Наказание Например Ты Хорошо Вышла Замуж Вот Уже Хорошо Нашла человека, но не совершаешь внутреннюю жизнь. Это плохо. Почему? Потому что Бог тебе дал подарок, а ты и не пользуешься правильно. Отношения будут разрушены, а дальше опять, может быть, такого варианта уже не получится. Так зачем тебе сейчас хороший человек, если ты не готова к этому? Стань готовой. Учи сдержать отношения в правильном русле. А если я умру в борьбе с несчастьями, ну и что же, в таком случае ты оставишь тело смерти у человека честного, совершая то, что ты должен совершать. Нужно же тебе все равно оставить тело. И уход из жизни должен застать тебя за каким-то нибудь важным делом. Я бы, например, был доволен, если бы уход из жизни заставил меня за делом достойным человека, за добрым делом и полезным всем людям. или уж чтобы он застал меня в то время, когда я стараюсь исправить себя. Тогда бы я мог поднять руки Богу и сказать ему, Господи, ты знаешь сам, что я воспользовался тем, что ты дал мне для понимания твоих законов. упрекал ли я тебя наказанием, которые ты мне дал, возмущался ли я против того, что со мной случилось, уклонялся ли я от исполнения своего долга, благодарю тебя за то, что я родился, и за все твои испытания, и за все твои дары. Я пользовался ими довольны. Возьми назад все и распорядись всем, как тебе угодно. И все, что со мной происходит, это твое. Видите, какая мудрость? Когда человек так настроен, нет поражения в его жизни. Однозначно, что у нас будут наказания. Мы не все хорошее совершали в этой жизни. Если бы мы совершали все хорошо в прошлой жизни, тогда мы бы здесь не родились. И это объясняет, что Земля находится во Вселенной посередине. То есть, есть высшие планеты, как христиане говорят рай, есть низшие планеты, как говорят ад. На низшие попадают те, кто делает только дурные поступки, на высшие те, кто хорошие поступки только совершает. Мы попали посередине. Означает, что у нас примерно поровну, и хороших делают плохих, означает, в жизни обязательно будут трудности и потери. «Ты сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно». Да? Ну, то есть, это неизбежность. Поэтому надо смело идти вперед. Человек не должен бояться потери, трудности. Все это означает только одно, что они будут закалять нас, если мы делаем сейчас то, что от нас зависит. Вот что от меня зависит? Если я рано встаю, я счастлив. Рано ложусь, я счастлив. Почему? Потому что, когда я встаю поздно, солнце душит меня. Когда я встаю раньше, оно дает мне силу. Солнце управляет режимом дня. Поэтому все живое рано утром расцветает, а вечером ложится спать. Если вы не согласны с этим, заставьте тогда птичек петь ночью, а не вечером, а не утром вернее. Заставьте тогда растения расцветать ночью, а не днем. Вы не можете этого сделать, потому что есть законы, как человек должен жить. Ими законами управляет движение солнца. Луна человеку дает отдых. Если человек не спит под луной, значит тогда, если он спит днем, значит он не будет отдыхать. Это бунтарь. Или наказанный человек, который наказан работой, неправильной, плохой. Нужно опять же внутреннюю жизнь совершать, чтобы поменять работу. Потому что наказание означает наказание. Если я впитаюсь правильно, это значит, я делаю то, что от меня зависит. Потому что есть благостная пища, есть страстность невежественная. Мы говорим сейчас не о белках, жирах, углеводах. В зависимости от концепции жизни человека, он принимает такую философию. Если себя человек считает вот этим телом, то тогда значит он ест белки, жиры, углеводы и витамин. Если человек себя считает тонким телом, значит он ест прану в пище. Это значит, что он будет ест свежую пищу, а не прошлогоднюю. Он себя считает праной. Ему важно здоровье. Он уже пришел к этому пониманию. Не просто как бы тело красивое, а он хочет быть здоровым. Нужно здоровье. Означает движение, означает жизнь. В свежей пище есть сила, дающая здоровье. Но если человек считает себя умом, значит он тогда будет есть вкусную пищу, потому что ему нужны изящные вкусы уже в пище. Ему не нужно просто белки, жиры, углеводы есть. Ему нужно хорошее блюдо есть. Если человек воспринимает себя как разум, тогда он ест пищу, которая находится только в благости, потому что каждая пища имеет свой характер. Характер мясной пищи – это пища проклятая. То есть животные, выходя в тонком теле, оставаясь, когда их убивают, грубое тело, они проклинают тех, кто их убил. И также это мясо становится источником страданий. Как страдают люди, которые едят мясо? Они увеличивают в своем сердце, в своей жизни страх и агрессивность. Два фактора – страх и агрессивность. Когда человек ест растительную пищу, ни страха, ни агрессивности в его жизни не увеличивается. Некоторые говорят, мы не то, что мы едим, а то, что из нас выходит. Это факт. Если ты способен силой молитвы переваривать мясо, то можно и вместе с мясом стать возвышенным человеком. Есть мясо и быть возвышенным человеком. Возможно. Я вам сейчас приведу один пример. Я как-то покушал у одного человека, который не ведет достаточно возвышенный образ жизни. Потом я пришел домой, на следующий день, я с утра начал свою практику, настраиваться на молитву, на возвышенные отношения, почувствовал, сразу вспомнил этого человека почему-то и почувствовал себя очень тяжело. То есть в молитву я боролся с тем, что произошло вчера. Я решил, что я не способен на такую жизнь. Я не хочу убивать свою жизнь тем, что от меня зависит. От меня зависит, что я буду кушать. Это факт. Потому что мы не в войне, не в войну живем. Когда блокада была в Ренграде, от нас это не зависело. Человек кушал все, что мог. И ведок говорится, что это не является правлением его судьбы в это время. Просто выживает. Он там мышечек ел, кожечек там ел, воробушков, и он просто выживал. И это не является грехом. Но когда у человека есть выбор, то он должен выбрать ту пищу, которая не приводит его к депрессии, страху и раздражительности. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вы загибаете что-то конкретное. Я вообще-то не для этого на лекцию пришла. Хорошо. Представьте себя в месте, где кто-то оставил тело. Какие эмоции возникают? Страх и внутреннее напряжение, неустойчивость. Проэкспериментировать. Но животное тоже оставляет тело. Это тоже самое. Какая разница? Потому что животное, оно осознает себя. Растения не осознают себя. Они находятся в глубоком сне. Когда веточки у деревьев отрезают, то деревья растут еще лучше. Потому что это их чуть-чуть пробуждает. Но когда лапку у поросенка отрезают, лапка лучше не растет. В этом разница заключается. Вы со мной не согласны. Я не против. Я не настаиваю. Я говорю просто о том, что от нас это зависит. Вот допустим, что вы кушаете, такова будет ваша жизнь. Если вы говорите, что Бог благословил всю пищу, тогда можно есть аборты. В Таиланде сейчас есть, едят абортированных детей в ресторанах. И из плаценты готовят также пищу. Это тоже благословил Бог. Видите, и пища бывает разной частоты. Если, допустим, кто-то защищает какую-то пищу, значит, она ему нравится. Пища очень сильно связана с психиком человека. Видите, люди во время лекции начали высказываться. Нарушился естественный ход жизни во время лекции. Это значит сильная привязанность. Есть сильные такие энергии, которые очень трудно управлять. Например, если я буду говорить сейчас, что неправильно жить с любовником, у которого есть жена, то тоже кто-то может высказаться. Потому что это тоже очень больно слышать. Но есть темы очень болезненные. Пусть я могу сказать, что не надо слишком много заниматься сексом. Это разрушает силы в жизни. Это то, что от нас зависит. Так, Олег Иванович. Может, у вас импотенция? Когда мы говорим о очень сильных энергиях, то у человека сразу возникает протест. Стоп! Ты что хочешь, лишить меня счастья? Нет. Я хочу, чтобы его было больше. Надо изучать эту жизнь. Итак, пища это то, что от нас зависит. Люди должны изучать, что кушать. Допустим, в православных монастырях не едят мясо. Сергий Радоничский не ел мясо. Серафим Саровский не ел мясо. И так далее. Чем же они так питались? Надо изучать этот вопрос. Если они такие сильные, почему бы им не есть все подряд? Чем сильнее человек, тем больше он может переварить кармы. Он может есть что угодно, у него огромная сила. Ну почему эти святоши, эти великие личности ограничивали себя в этой пище? Потому что она влияет на нашу жизнь. Зачем бороться с тем, что можно обойти? Зачем себе создавать лишние препятствия в жизни? Так пища влияет на нашу судьбу. Вода ли влияет на нашу судьбу? Мы ехали сейчас в самолете, летели с одним молодым человеком рядом. Он занимается водой. Он спросил меня, что вы считаете, самый лучший способ для очищения воды? А я здесь, в чем мне считать? То есть есть знание, которое я изучаю. И оно говорит, что электрическая энергия, с помощью которой сейчас пытаются очищать воду, электромагнитные волны, всякие плюсы, минусы, холодная, горячая, холодная, живая вода, мертвая вода, все это обман. Воду можно очистить только светом солнца, светом луны, драгоценными металлами, а также драгоценными камнями. Это самый лучший способ. Я не говорю про химическое очищение воды, фильтры. Это сам Бог велел. Это нормально. Потому что вода может быть еще химически загрязнена. Но если мы говорим о биологической структуре воды, то если вы хотите, чтобы вода вас успокаивала, снимала воспалительный процесс, улучшала сон, ставьте ее на ночь под свет луны перед окном. Если вы хотите, чтобы вода увеличивала пищеварение, чтобы она активизировала, сдавала вам тону, ставьте ее под светом солнца днем. Если вы хотите, чтобы вода обеззараживала, охлаждала, кладите серебро. Если вы хотите, чтобы вода отдавала силу иммунитета, победу над трудностями, кладите золото. Если вы хотите, чтобы вода давала силу каких-то планет, влияние каких-то планет, планете камни драгоценные, воду, связанные с этими планетами. Все. Это будет давать силу воде. Вода дает нам, изменяет нашу жизнь, влияет на нашу жизнь. От нас зависит, где жить, но не всегда. Когда человек скован ситуацией, в которой находится. Но если от вас это вдруг стало зависеть, живите там, где больше природы. Потому что там, где больше природы, там легче побеждать проблемы своей жизни. Потому что естественная среда, где есть природа, она настраивает человека на очень сильный, спокойный лад, в котором есть способность быть спокойным, здоровым, счастливым, удовлетворенным и побеждать свою судьбу. Если есть возможность, надо выезжать на природу и общаться с природой, потому что это то, что дал нам Бог для здоровья. Люди сейчас часто лечатся чем-то. Электрофорестом, ядерно-магнитный резонанс, еще что-нибудь. Это все бред. Лечиться надо силой деревьев, солнца, земли. Нам кажется, что это не лечит, это просто как бы наслаждение, это просто отдых. Это огромная сила лечебная, огромная сила просто. Самое лучшее лечение с помощью грязи протекает. Люди приезжают, просто общаются с землей. Ложатся там в эти грязи, очень сильный эффект. Солнце, если люди правильно с солнцем относятся, есть солярий такой метод, очень мощное лечение. Многие болезни вылечивают. С деревьями, мы сейчас с деревьями занимаемся. Очень мощная методика, мощная сила. Травой, землей, горами. Люди в горы едут, здоровья становится больше. Одни люди проводят в больнице отпуска, другие проводят там, где есть природа. Но лучше не ехать туда, где чужая природа, где очень жарко, где очень экзотично, там нет здоровья. Здоровье в своей природе. Едьте, где вот монастырь, возле монастыря, лес какой-то, монастырская гостиница, побыть там, помолиться, и побыть с Богом ближе две недели. Это очень мощно помогает. И в здоровье, и в судьбе. Потому что психическая состояния человека глубже, чем его здоровье. Например, вчера у меня была консультация по нашим методикам, и один молодой человек, у него неизлечимое заболевание кишечника. Он написал мне, что он уже не болеет, почувствовал себя лучше. Он просто поехал в монастырь, там три раза рядом с ним человек помолился. Возвышенный. Все, до свидания, болезнь. Он не чувствует ее. Уже несколько месяцев нет проявлений этой болезни. Она не лечится современной медицией. Видите, духовный план выше, чем тонкий план. Тонкий план выше, чем грубый план. Когда человек меняет духовный план, у него может все само собой восстанавливаться, начать естественным образом. Может ли быть лучшая смерть, чтобы дожить до такой смерти? Тебе не нужно много лишиться, многого лишиться, хотя, правда, этим самым ты многое приобретешь. Если ты захочешь удержать, что не твое, то ты непременно потеряешь и то, что твое. Например, дом не строится. Мы можем строить дом? Можем. Если это само собой по судьбе идет. Как идет стройка? Само собой по судьбе. Раз стройка остановилась. Хочу, чтобы не останавливалась. Дальше что будет? Дальше будет вылазить геморрой. Потому что тебе надо пахать, как и шаг будет потом. И то все эти деньги непонятно куда уходят. Кругом мастерия. Надо больше денег. То есть денег больше, работаем больше, отношений меньше. Начинается ругань. Отдыха нет. Я уже начал болеть от того, что я много работаю. Дом чуть-чуть побыстрее строится. Но это от меня не зависит. Я начал вкладывать силы туда, где разрушается моя жизнь. Пускай строится само собой. Как сердце велит, спокойно. Строится, не торопясь. Или стоит вообще не строится какое-то время. Это нормально. Но если я начал вкладывать силы в то, что от меня не зависит, я не могу выйти замуж. Вот здесь сердце говорится женщине. Ты не можешь выйти замуж. Ей говорится. И дальше что она делает? Я хочу выйти замуж. Все, начало стать еще больше некрасивой, становиться. Почему? Потому что это от тебя не зависит. Если тебе здесь сказано, ты не можешь выйти замуж, ну тогда начни молиться, работать над собой. И вот здесь вот появится чувство, я могу выйти замуж. Вот здесь чувство появляется. У женщины появляется чувство, ты не можешь зачать ребенка. Хорошо. Очищай свой организм, очищай свое существование, лечись. Я могу зачать ребенка. Появляется чувство такого. У женщины, когда она чувствует, я могу зачать ребенка. У ней по этому вопросу становится все хорошо. Чувствует, что я могу зачать ребенка. Все. Муж тоже чувствует. Он сразу к жене начинает притягивать. На нее бросаться начинает. Видите, то есть идея в чем заключается? В том, что все там есть уже, там все понятно. Но если человек сражается с тем, что уже создано судьбой, зачем с этим сражаться? Надо это менять. Сначала предварительное действие совершать. Делать то, что от нас зависит. От нас зависит режим дня, правильное питание. От нас зависит, как мы относимся к другим людям. Простил, не простил, вот это зависит от меня. Я простил, отношения лучше. Директор завода увольняет меня с работы. Хорошо. Я простил? Нет. Я хорошо к нему отношусь? Нет. Я правильно работаю? Это от тебя зависит. Правильно, честно работать или не честно? От меня зависит. Я честно работаю? Нет. Так вот это объем твоей работы. Не надо к нему приходить и говорить, не увольняйте меня, дядя Вася. Ему все равно, что вы скажете. Это от вас не зависит. Это еще хуже сделает. И почему человек так сильно страдает? Потому что его сила, у нас есть сила побеждать судьбу. Бог всегда дает такую силу. Но куда она идет? Она идет не туда. Мне нужна машина, мне нужна машина, мне нужна машина. Ну ты же ездишь. Езжу. Ну ты езди дальше, как можешь. Молись, работай над собой, трудись, копи спокойно деньги. Делай то, что от тебя зависит. Но если ты берешь большой кредит, что мы делаем? То, что от меня не зависит. От меня не зависит, выплачу этот кредит или нет. От меня это не зависит. Я не знаю, выплачу или нет. Нет, Олег Иванович, я знаю, знаю, знаю. Хорошо, проверим. Если выплатить, значит вам повезло. Человек прыгает в пропасть с обрыва. Я выживу. Посмотрим. Если выжить, то хорошо. Можете еще раз прыгнуть. Я считаю, что вы можете не выжить. И так человек просто спокойно копит деньги. Но машина-то сейчас нужна, но это от тебя не зависит. Если я сейчас покупаю машину, что происходит? Я отдаюсь себе в рабство судьбы. Это спортлото. И-у-у-у-у. А теперь правильный ответ. Потерял квартиру. Вместе с машиной. Потому что мы не знаем, завтра мы будем болеть или нет. Уволят нас с работы или нет. Мы этого не знаем. От нас это не зависит. Но хочется, 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 хочется. Это уже другой вопрос. Это означает, жизнь идет в неправильном русле. Потому что человек должен хотеть то, что от него зависит. Я должен улучшать свою качество жизни внутренней. Молитву, работу над собой. Для чего? Для того, чтобы у меня больше было благочестия. Когда у человека становится благочестия больше, он становится более могущественным. Что такое могущество? Это способность ответственно работать, влиять на старших, что тебя будут повышать на службе. У тебя будет другая речь, другая память, другие отношения с людьми, другая удача, другие отношения, другие знакомства. Все это является причиной благочестия, которое у человека внутри есть. Он сияет своим благочестием. А он не нравится, нравится, нравится. Значит, есть какая-то сила от человека исходит. Эта сила называется силой благочестия. Она не только в отношениях любви бывает, она также в деловых отношениях бывает. Человек должен копить свое благочестие. Когда оно у него есть, тогда он естественным образом занимает то положение, в котором ему легче купить машину. Но в это время он уже не думает о машине. Думает о самолете. Человеку никогда не хочется то, что легко купить. Как раз именно так надо жить. То есть надо приобретать то, что нормально, спокойно можно взять. Зачем думать о том, что тебе не принадлежит. А мне все снятся острова и удивительные страны. Кто хочет иметь успех в мирских делах, тот не спит целым ночами напролет. Постоянно хлопочется, уйдется, подделывается к сильным людям. И вообще поступает, как подлый человек. В конце концов, чего он всем этим добился? Он добился того, что его окружают некоторыми почестями, что его боятся. И он, что сделавшись большим начальником, распоряжается какими-нибудь поступками других людей. Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех этих беспокойств? И спать спокойно, ничего не боясь и ни от чего не мучаясь. Некоторые думают, начальник — это классно, у него счастливая жизнь. Где вы видели счастливых начальников? Начальник — это означает, что у тебя пуля рядом с виском, тюрьма рядом с виском, банкротство рядом с виском, завистники рядом с виском, тупые подчинённые рядом с виском, которые постоянно тупят и долбают конкретно своей тупостью. Это каждый хочет вытянуть из тебя побольше капусты, потому что ты кошелёк с деньгами. Когда кошелёк чужой, смотришь, где дырочка. Все смотрят на дырочку, никто не смотрит на тебя, как на человека. И ты так живёшь. Знай же, что такое спокойствие души не достаётся даром. Естественная склонность человека искать денег, искать власти, искать наслаждения в этом мире, не приводит человека к счастью. С другой стороны, когда человек пробуждает в себе неестественную склонность, которая является на самом деле его естественным состоянием, нас тянет не туда в этом мире, не туда тянет. Но то, что если мы победили себя и начали вот эту внутреннюю жизнь, тогда человек обретает всё, что ему по судьбе должно быть. Если у тебя природа быть начальником, значит ты станешь начальником. Просто стань таким начальником, который будет управлять легко. Как мне, как бы, с одного семинара по бизнесу один человек там был и задал вопрос, что у начальника на столе должно лежать, у хорошего начальника. Я никак не могу понять, что же должно лежать. Он сказал, ноги. Человек, хорошая судьба, у него хорошие подчинённые. Он знает, какие решения принимать. Ему не надо париться. Его никто не подводит. Это означает благочестие. И когда у человека сила благочестия огромная, его окружают хорошие люди, на столе лежат ноги. Делать нечего. Но если ты паришься, значит ты занимаешь не своё положение. Разботай над собой, развивай себя внутри. Делай то, что от тебя зависит. Потому что ты не сможешь залатать дырки в мозгах своих подчинённых. Одну дырку залатываешь, в другом месте вылазишь. Лучше сделай так, чтобы у тебя развилось видение, кого брать на работу, кого не брать. Потому что человек не меняется, если он сам себя не меняет. А он сам себя не будет менять, если ты не дашь ему духовное развитие. Интересно, я такой эксперимент провел. У нас был семинар по бизнесу. Я предложил людям, которые слушают лекции, начать слушать лекции своими подчинёнными. Они начали слушать лекции. Сразу одни привлеклись этим, а другие не привлеклись. Прошло время, и оказалось, что те, кто привлеклись, это разумные люди, они постепенно развились. А те, кто не привлеклись, они все отвалились. Потому что им нужны только деньги, им не нужно развитие. Видите, нужна какая-то сила, которая образует команду. И такой силой является знание о том, как жить, самосовершенствование. Поэтому в древней культуре всегда люди, чтобы собираясь на какое-то дело, они сначала объединялись в знаниях, они создавали команду. Команда означает единое мышление, направленное развитие себя как личности. Это мышление объединяло людей, а потом дальше с ними можно было идти в бой. В Советском Союзе это называлось идеологическая работа с личным составом. И специально был политрук. Политрук — это как раз человек, дающий знания, как жить правильно. Это знание сплачивает, объединяет людей между собой. Итак, мы с вами говорим о цели, важность человеческой жизни. Это очень важная тема. Сейчас Паскаль с нами будет общаться. Прекращается ли наша жизнь с плотской смертью? Это вопрос самой великой важности, и редкий человек не думает об этом. Смотря по тому, верим ли мы или нет в вечную жизнь, и поступки наши будут разумны или бессмысленны. Вот смотрите, интересно. Если следующей жизни нет, зачем париться в работе над собой? Пей, гуляй, веселись. Жизнь коротка. Из этой жизни выжми всё. И дальше ничего нет. Никакой жизни нет. Устраивает философия? Нет? Сердце своё спросите. Это ваш вариант? Нет? Если ваш, тогда до свидания. Вам не надо слушать эту лекцию. Я хочу вам личный опыт передать. Я изучаю тонкое тело. Часто это бывает запретом. Раньше, в те времена, в прошлые, те люди, которые изучали тонкое тело, были изгоями в обществе чаще всего. Их обвиняли в каких-то плохих поступках. Видите, психика человека является запрещенным какой-то сферой, запретом. Запретная тема. Хотя, поступки, связанные с влиянием тонкого тела и духовного тела, совершали многие возвышенные личности. Допустим, у Сергия Радожского был такой случай. К нему шёл его друг, и была трапеза. И во время трапезы Сергий Радожский взял и поклонился кому-то. Его спросили, кому ты поклонился? Да ко мне идёт мой друг. И он потом пришёл. Он мне поклонился, я ему поклонился. То есть он видел это пространство, невидимое для нас. Ясно, что только чистота сердечная даёт возможность видеть это чётко, ясно. Некоторые говорят, я ясновидящий. Ясновидящий означает святой. Можно в какой-то степени чувствовать, видеть это пространство. Все люди это чувствуют. Девушка говорит, он меня не любит. Я чувствую, что он меня не любит. Откуда она знает? Это тонкое пространство. Внешне всё так, как обычно. Он говорит слова такие тоже. Но она чувствует, не любит. Точка. Откуда она знает? Потому что она чувствует. Все чувствуют тонкое пространство. Все люди это чувствуют. Почему бы это не изучать? Я начал изучать. Это дало свои плоды. Например, у нас в Краснодарском крае на дорогах карма сгущается. То есть везде, в каждом месте карма сгущается в своем каком-то. Вот там, в Краснодарском крае, на дорогах, много животных гибнет на дорогах, всегда какие-то смерти видишь на дорогах, то кошки, то собаки, то люди. Потому что там джигиты живут, понимаете? Он едет по-настоящему, пускай один раз, но по-настоящему. Понимаете? И когда человек по-настоящему едет, иногда врезается. А что делать? Ну вот один джигит такой лежал на дороге, вернее тело лежало. А тонкое тело джигита висело над ним. Это уникальная ситуация, когда можно увидеть что-то интересное. Я увидел что-то интересное. Я увидел, что в это время он в своей психике был очень сильно удивлен. Понимаете? Он вышел из тела и был очень сильно удивлен. Он удивился, и у него такая эмоция была. Блин, что за фигня? Меня же уже нет. А я есть. Потому что философия человека не меняется, когда он выходит из тела. И у него было сильно удивление. Поэтому надо разобраться с этим вопросом. Есть же признаки. Например, человек выходит из жизни, у тебя камень в сердце. Ты помолился, камень ушел. Вот кто помолился, камень ушел. Я много говорю об этом. Смотрите в зал, ставьте поднятым руки. Думаете, они сумасшедшие все люди? Смотрите в зал. Смотрите, сколько человек. Человек 40-50 поднял руки. Это же реально. Человек тяжест, камень в сердце, человек уходит из жизни. Помолился, камень ушел. Три варианта. Первый вариант. В сердце легкость за человека. Тоска, грусть, но легкость. Значит, на высшие планеты отправился. Он тебе, ангелем, ломхранителем. Это он тебе за тебя теперь будет молиться. Светлую жизнь прожил человек. Второй вариант. Тоска разлуки такой. И жжение в сердце вот такое. Значит, остался где-то здесь, будет рождаться. Третий вариант. Тянет вниз. Думаешь, о нем тянет вниз камень на сердце. Значит, на низшие планеты. Страдает. Надо молиться за него. Камень тает и наступает легкость. Обычно 4-5-6 месяцев по часу, по два молитвы нужно, чтобы близкий человек получил освобождение от своих страданий. А ты получаешь милость Бога за это уже. Вот то, что я сказал, можно проверить. Но молиться не надо думать о нем в это время. Молиться означает связаться с высшей силой. Я помочь не могу. Помогает святость. Я думаю о святости, а в моем сердце камешек тает, потому что мой близкий человек связан со мной. Мы находимся с ним в связи. Родственный означает связанный человек со мной. Некоторые люди всеми силами трудятся над тем, чтобы уснить себе этот вопрос. Есть бессмертие или нет? Они признают, что от этого должна зависеть вся их жизнь. Другие люди, хотя и сомневаются в бессмертии, но искренне мучаются своим сомнением. Им считают его завеличайшее свое несчастье. Они ничего не желают, чтобы только узнать, не жалеют, чтобы узнать истину. Неустанно ищут ее и считают это самым главным делом своей жизни. Но есть такие люди, которые вовсе не думают об этом. Их небрежность там, где идет дело, о них самих удивляет, возмущает и пугает меня, Паскаль. Возмущает, удивляет и пугает. Это сравнивается, знаете, с чем? Дорога такая шоссейная, шоссейная дорога, большая, такая широкие полосы, все едут. А дальше обрыв. И никто не спрашивает, а что там дальше? Все едут, ну все же едут, нормально. А что дальше, не знают никто. А зачем? Мы едем и едем, все. Видите, интересно, мы как бы в этой жизни живем. Мы не в этой жизни живем, а вообще живем. А почему мы не интересуемся следующей? Ведь скоро, оп, и тю-тю. Тебя уже нет в этой жизни. Ты будешь следующей. Еще не скоро, Олег Геннадьевич, не скоро. Далеко. Да в любой момент. Не может быть. Может. Но только не со мной. И с тобой. Марк Аврелий. Кто положил свою жизнь в свете разумения и служит ему, для того не может быть отчаянных положений в жизни. Видите, нет отчаянных положений. Не может быть, вы скажете. Не может быть. Может быть. Надо попробовать. Сила Духа. Ведь есть люди в тюрьме даже счастливы. Мне рассказали про одного индуса. Он наставник, духовный учитель. Его вера подверглась репрессиям, его посадили в тюрьму. Но он там не скучал. Там продолжал молитву, работу над собой. И начали интересоваться им тюремщики. Потому что, когда от человека исходит сладкий вкус, хочется на него смотреть, о нем думать, с ним общаться. И постепенно тайком к ним приходили за советами. Потом дальше начали пускать его учеников. Потом это все стало открытым. И постоянно толпы народа ходят к этому человеку. У него консультативный центр. Какая разница, за решеткой или нет. Ему приносят покушать. Нормально он живет. Он там жил в пещере, а теперь живет за решеткой. Ну какая разница. Ну он счастлив, он всем рад. Приходите. И когда ему говорят, может тебя из тюрьмы освобождать, он говорит, да мне здесь нормально. Там соблазнов столько в мире, а здесь никаких соблазнов нет. Я могу отреченной жизнью здесь жить нормально. Ко мне люди приходят только по делу. Они меня не мучают зазря какими-то глупостями. Кажется, его скоро выгонять уже из тюрьмы будут. Субтитры сделал DimaTorzok